Участники 5-го Шадринского инвестиционного форума «Малые города России-2014» подвели итоги его работы в ходе заседания экспертного клуба. В разговоре участвовали представители бизнеса, учебных заведений и органов власти за Уралия. Эксперты сошлись в том, что форум – это не статичное мероприятие. Он должен и будет развиваться. Области нужна площадка для общения. Тема инвестиционной привлекательности Курганской области зазвучала по-другому. Мы на сегодняшний момент предпринимаем все необходимые для этого усилия, меры, для того, чтобы люди поняли, что Курганская область – это та территория, на которой удобно развивать бизнес, удобно его делать, комфортно жить, сосуществовать, развивать не только бизнесовые, но и общественные направления. Все это – инвестиции в человека. То есть это все – начало того нового пути, который мы для себя наметили. Шадринский инвестиционный форум – это просто хороший повод был заявить о том, что мы к этому готовы. В целом специалисты положительно оценили организацию и ход самого мероприятия. Оно позволило муниципальным образованиям, представлявшим инвестиционные проекты, познакомиться с предложениями других территорий, а некоторым доработать свои инициативы. Я понял, что вот те решения Шадринского инвестиционного форума, они достаточно глубоко продумали, продуманы. Ну, на мой взгляд, подтверждением является то, что мы, Курганская область, будем обеспечивать легкий доступ инвесторов в Курганскую область, поскольку, вы слышали, через несколько лет будет открыт международный терминал у нас в городе Кургане. И мы, наверное, будем последним субъектом Уральского федерального округа, где такой терминал откроется. По-моему, в аэропорту имеете в виду? Ну да, в аэропорту. Итогами Шадринского форума стало заключение ряда соглашений. В частности, был подписан договор между городом Шадринском и крымским городом Феодосия, куда планируется визит в самое ближайшее время. Помимо этого, поступило предложение от инвесторов из Свердловской области построить в Шадринске кирпичный завод. Сейчас власти города занимаются заявленным проектом, инвестиции которого могут составить до 200 миллионов рублей. Задач очень много, которые надо решать, и мы видим преимущества Курганской области, мы знаем о том, что у нас есть, мы видим достаточно много особенностей для Курганской области, что мы можем делать вперед рывок. Ну, ряд моментов, которые нам мешают идти, более интенсивно развиваться, в том числе, я как законодатель вижу это, конечно, в нашем нормативной базе. У нас есть еще много возможностей кое-что исправлять, улучшать. Это не значит, что это было, может быть, что-то плохое, потому что жизнь меняется. Меняется бизнес, меняется время, меняются новые законы. Поэтому надо просто своевременно их поправлять. А вот на таких формах действительно можно видеть людей, которые проблему-то чувствуют изнутри. Это и предприниматели, это органы местной власти, это крупные инвесторы. И вот в этих разговорах, в круглых столах мы слышим то, что необходимо менять. И вот теория, когда совпадает с практикой, это очень здорово. Я считаю, что ряд уже нормативных документов мы уже подкорректировали очень на осеннюю сессию. Летом мы соберемся, мы много что-то еще успеем исправить и будем просто своевременно все это делать. Считаю, что это один из главных результатов для, как мне, как законодатель, я считаю, это очень важно. Быть все время в тренде и понимать развитие экономики. То есть, если мы хотим быть впереди, нам необходимо быть впереди во всем. И в инвестициях, и в том числе в нормативных документах. Я бы хотел сказать славу благодарности всем участникам Шадринского инвестиционного форума, которые пришли сегодня и подвели итоги. Это уже были осмысленные итоги, потому что прошло достаточное количество времени для понимания, что же все-таки произошло на форуме. Были высказаны очень важные предложения, которые, я думаю, организаторы форума услышат. Во-первых, это показ тех результатов форума, они действительно есть, что показать, как живут эти проекты, как реализуются инвестиционные площадки, как работают заводы, фабрики. Это первый момент. Второй момент. Очень важно, чтобы те коммуникации, которые возникли на форуме, чтобы они продолжались. И здесь и департамент экономики, и образовательные учреждения, я думаю, что будут теми площадками дискуссионными, которые бы позволили продвигаться дальше. Евгений Уралович очень важный отметил момент, что законодатель областной откликнулся на форум, и были сокращены сроки оформления земель и документов, что очень важно для предпринимателей. Я просто хочу уверить всех, что то, что сегодня было сказано, это будет сделано и реализовано. Шестой инвестиционный форум нужен, важен, и он обязательно состоится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!